В гаражном кооперативе, расположенном в Кировском районе Хабаровска, в четверг полицейские обнаружили склад нелегитимного алкоголя. Это была база одной из подпольных фирм по доставке элитного алкоголя, действующих в краевом центре. Схема работы дельцов такова. Заказы на виски, ликеры и прочие заморские напитки они принимают и через интернет-сайты, и по телефонам. А потом привозят клиенту заказ в оговоренное место. Стоимость вполне доброкачественного продукта в этом случае существенно ниже, нежели в магазинах, за счет того, что этот товар не обложен акцизами и налогами. На бутылках нет специальных марок. Серая схема ввоза в Россию спиртного и сигарет позволяет торговцам не платить лишних денег фискалам, а потребителям существенно экономить на покупке элитного алкоголя. Рады и те, и другие. Государство в лице полицейских против. В результате мероприятий из незаконного оборота изъято более полутонной продукции на общую сумму более полумиллиона рублей. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются с целью обнаружения в действиях лиц, организовавших незаконный канал поставки, признаков преступления, предусмотренного статьей 171 незаконное предпринимательство и статьей 171 прим. 1 реализация продукции, не маркированной акцизными марками. Оперативники говорят, что торговцам грозит до шести лет колонии. Задержанию предшествовали несколько проверочных закупок. Попутно сыщики рассказывают, как налажен этот бизнес. Товары, предназначенные для продажи в пограничных магазинах беспошлиной торговли, так называемых дьюти-фри, в Россию чаще всего привозят моряки. Определенным образом спиртное и сигареты просачиваются через пограничный барьер и поступают в подпольную розничную продажу. В полиции отмечают, что львиная доля беспошлиного товара идет в наш край через Приморье. С места происшествия Сергей Полоэктов, Ольга Соколова и Александр Савчук.